мясо какое нужно мясо для того чтобы сделать идеальные сочные котлеты для бургера или же пати как называют на английском языке я например сегодня буду делать из стейков рибай о стейках я очень много говорил в нашем видео о стейках но есть и достаточно бюджетные места например грудинка или же брискет идеальное место для того чтобы приготовить котлеты для бургера кстати котлету нужно делать таким образом 70 процентов у вас должно быть постное мясо 30 процентов говяжьего жира ну вот допустим и выребай это все идеально показано вот посмотрите-ка какой замечательный стейк жирок мяско все гармонично ориентировочно 70 процентов постного 30 процентов жирности грудинка одно из самых лучших мест для не считая стейка для приготовления патис второе место это лопаточный отруб он по суше но тем не менее тоже достаточно жирный во всяком случае когда идете к мяснику смотрите так чтобы пропорции мяса и жира были ну те как я и сказал и еще шея она еще более бюджетная она более сухая но тем не менее тоже идеально подходит кстати вы можете делать микс например купить один стейк и допустим кусочек грудинки ну или же кусок ноги в конце концов и кусочек грудинки конечно же если у вас нет финансовой возможности такой чтобы покупать дорогую говядину можно покупать самую дешевую для фарша в принципе подойдет все что угодно по поводу фарша я вам ну не рекомендую покупать готовый фарш в магазине потому что если вы предпочитаете котлетки с кровью розовые так чтобы они были сочными из фарша покупного это очень опасно сделать фарш это вещь такая в которой очень быстро болезнетворные бактерии размножаются покупая фарш в магазине это как русская рулетка вы не знаете никогда что как и какое мой при каких условиях содержалось это мясо поэтому такие котлеты готовить только волдан хорошо прожарены так чтобы все микроорганизмы которые там существуют все погибли и ваша семья не заболела котлеты для бургера и стейк это разная история стейк я рекомендую доставать заранее за полчаса может быть даже и за час для того чтобы он прогорелся чтобы он был комнатной температуры а вот котлеты для бургера их нужно готовить в самый последний момент потому что они готовятся достаточно быстро в среднем 7 8 минут и они должны быть холодными как только мы с вами сделаем фарш я сразу его формирую котлеты и отправляю в холодильник и жарю буквально перед самой подачей когда мы делаем обычные котлеты вы можете их месить руками столько сколько угодно добавлять туда и лук и чесночок и так далее так далее так далее в котлет или для бургера добавлять ничего никогда не нужно все кто добавляет лук ребята вы портите вот шедевр вы портите зачем в бургере все есть там острый соус там салат там бекон сыр свежий лук все есть ребята оставьте котлету в покое только соль и перец больше ничего и вы на ощутите настоящее совершенство все кто добавляют лук чеснок и прочие прочие ингредиенты они не понимают настоящий вкус бургер когда мы с вами делаем котлеты для бургера нужно максимально уменьшить контакт с руками потому что жир во время контакта если вы будете его месить он начнет плавиться то есть мы с вами уже исказим картину когда котлета будет жариться жир очень быстро после того как он уже подплавился под вашими руками начнет плавиться на сковородке тем самым мы с вами будем терять сочность поэтому котлетки мы с вами будем готовить все только за счет мясорубки решетка решетка на вашей мясорубке выбирайте самую крупную не мелкую дело в том что мы с вами будем пропускать фарш дважды мясо из холодильника холодная видите у нас с вами получился фарш достаточно крупненький такой как будто бы его ножом порубил но мясо и жир у нас с вами в разнобой нету единые какой-то такой картины поэтому сейчас мы с вами будем пропускать еще раз многие скажем так эксперты ну в кавычках начнут меня сейчас критиковать что ты граде это можно два раза пропускать через мясорубку лучше всего рубить только ножом и прочее 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 ребята делайте как вы хотите во всех ресторанах которые делают бургеры всегда фарш пропускается дважды дважды даже супер повара это делают потому что если она сейчас начну вот это все руками перемешивать я уже вам и объяснял мы замылим жир нам нужно так чтобы был перемес холодный и равномерные у нас были распределены и жир и постное мясо поэтому я сейчас этот фарш пропущу еще раз фарш готов у нас с вами бургер получится 10 сантиметров в диаметре вот так поэтому нам нужно сделать котлету чтобы она была сантиметров 11 12 во время жарки котлеты естественно немножко сожмется для того чтобы наш бургер был гармоничный мы видели красивую картинку нам нужно сделать правильно котлетку я буду делать котлеты 150 грамм все взвешивайте вот замечательные котлетушки теперь что мы делаем с ними дальше как я уже говорил котлеты ни в коем случае не нужно мять руками вы спросите а каким же образом сформировать красивую форму сделайте себе вот такое кольцо видите я его делаю вот из таких вот кейсов обычно виски хорошая водка ром продаются вот в таких картонных коробках эти она очень плотная диаметр среднем 10 сантиметров нам это устраивает я делаю вот что хороший нож вот так вот все это дело нарезаю одного такого кейса вам хватит ну точно на год пекарская бумага формочка так вот накрыли придавили металлической лопаткой разровняли поля такая вот у нас с вами получилась котлетка вытащили сделали красивый краешек закрываем бумагой и делаем необходимый диаметр те самые 12 сантиметров вот и равномерно так чтобы каждый край был одинаковый вот такая вот история вот такой лайфхак таким вот образом делаем с вами остальные котлетки ребятки котлеты наши готовы видите каждую я проложил бумагой закрываем пленочкой отправляем холодильник достаем из холодильника самый последний момент перед тем как начинаем жарить котлеты и собирать бургеры наши котлетки смотрим они у нас приезжали в холодильнике стали тверде приняли свою форму что делаем перчик соль все вперед на горячую сковородку немножко добавлю нашего маслица перчик больше котлетам нашим ничего не нужно нужно получить красивую корочку так называемый эффект маяра это когда аминокислоты и сахара при нагревании образуется в ту самую характерную корочку то есть вот готового продукта сурок наш готов ждет своего часа обратите внимание вот выступает сок все сейчас нам нужно с вами положить лучок наш сырок двух видов все готово выключаем сухое вино чтобы наш сырок расплавился все выбираем с огня ребята котлеты наши готовы все готово абсолютно фритюр у меня 180 градусов сейчас отправляем картофель дожариваться он будет готовиться ну в среднем 3 минуты пока мы с вами будем загружать наш гамбургер картошка будет готова отлично все с пылу жару все сразу мы с вами сервируем как положено ну друзья вот наши чизбургеры красавцы нереальные вкуснятина просто умопомрачительная давайте пробовать сейчас мы его с вами разрежем посмотрим что же внутри сочненько все котлетка сочная котлетка сочная котлетка я сделал медиум